Я озвучу сейчас идею, которая не просто витает в воздухе, которая уже созрела, оформилось конкретное предложение съезда, и я думаю, все присутствующие ее поддержат. Есть предложение замечательное. С 5 по 9 октября этого года приурочить ко Дню Учителя серию звездных уроков, которые проведут наши выпускники, звездные выпускники, наши москвичи. Это будет замечательное продолжение нашей сегодняшней работы. Я вижу по реакции, поддержка в зале. Есть мысль замечательная, значит, это будет одним из результатов нашей работы сегодня. А мы с вами продолжаем серию мастер-классов. И если первая часть была посвящена понятию альтернатива, то вторая часть мастер-классов посвящена замечательному фундаментальному понятию идея. И первый у нас будет представлять свой мастер-класс Виноградов Михаил Анатольевич, учитель истории, победитель конкурса мастер-классов, преподаватель Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 1797 Богородская. Пожалуйста. Здравствуйте. Фундаментальное понятие у нас поменялось, а мы продолжаем говорить о деньгах. Почему именно о них? Впервые, еще, наверное, 200 лет назад, французский писатель Антуан Ревароль сравнил идеи с капиталами, с деньгами. Итак, на мой взгляд, деньги являются уникальной идеей, которая появилась в глубокой древности, сохраняет свою актуальность в наши дни и, конечно, несомненно, перейдет в будущее. А мне хотелось бы начать с самого простого. А что такое деньги, как вы думаете? Средство обмена. То есть можно считать деньги товаром, как вы думаете? Универсальным товаром, который выступает средством обмена. На что? Или услуги. Совершенно верно. Мне кажется, вы, наверное, учителя общества знания. История общества знания. Совершенно верно. Вот определение денег. Действительно это так. Скажите, пожалуйста, а какую функцию выполняют деньги? Зачем они нам нужны? Средства накопления. Еще варианты? Средства. Все практически назвали. Мера стоимости. Средства обращения платежа. Средства накопления. Список, конечно, можно продолжить. Как вы считаете, а все ли деньги похожи друг на друга? Нет. Так, тогда я предлагаю мне помочь. У меня есть небольшой набор денежных единиц. Кто мог бы мне помочь сравнить эти деньги и выявить различия между этими денежными единицами? Замечательно. Пожалуйста. Нет, не обязательно. Вы можете просто сказать, в чем различие. Ну, во-первых, это деньги разных стран. Разных стран. Второе различие, то, что это деньги из разных эпох, насколько я понимаю. Совершенно верно. Третье, наверное, различие, то, что они изготовлены из разных материалов, потому что здесь есть и бумажные деньги, и металлические. Ну, что еще? Разные эквиваленты у них, опять-таки, здесь есть. Номиналы, да, тут есть номиналы в один, в одну единицу, в десять единиц, например. Ну, что, карточка еще кредитная, да, по-моему, лежит? Да, да, да. Ну, будем считать, что это разный материал. Можно так считать, да? Спасибо большое. Действительно, можно выделить целую массу критериев. Вы назвали даже, наверное, больше, чем представлено на слайде. Это и замечательно. Их может быть и еще больше. Итак, об истории возникновения денег, позвольте мне уже не говорить. Владимир Владимирович, который выступал до меня, прекрасно уже осветил эту тему. И все-таки есть определенные пробелы. У меня в руках есть название семи старинных русских монет. Кто мне поможет, семь человек, разобраться с этими монетами? Ну, пожалуйста, семь человек. Ну, пожалуйста, можно первые ряды тогда, да? Пожалуйста. Пожалуйста, желательно выйти, чтобы у нас получилась та последовательность. Пожалуйста. Итак, чтобы зал понимал, что у нас происходит, список этих монет у нас на экране. А что нам предстоит сделать? Нам нужно будет выстроить правильную последовательность. А именно, от монет с меньшим достоинством до монеты с большим достоинством. И слева направо. Слева направо, да, для зала. Пожалуйста. В зале тоже можно обсуждать. И мы сейчас с вами проверим, насколько мы правильно это выполнили. Попробуйте пока самостоятельно. Может быть, помощь зала взять? С меньшей до большей монеты. Для зала, да, да, да. Чтобы было понятно для зала. Так, здесь находится самая мелкая монета. У окна самая крупная монета. Вот видите, как интересно у нас могут проходить уроки. Полурока можем только выстраиваться. Итак, проверяем. Все ли согласны в зале, что наша последовательность правильная? Я прошу таблички показать. Нет, что нам нужно поменять? Грош самая маленькая. Так, возникает вопрос. Деньга – самая мелкая монета. А каковое достоинство этой монеты? Самая первая. Так, пожалуйста, деньга занимает первое место. После – копейка. Далее. Грош. Две копейки. Две копейки. Вот только что был мастер-класс Владимира Владимировича, вы видели, да? Монета – грош. И как можно было ее узнать? Там стоят две точки. И это да неграмотно крестьян. Обозначение, что это именно две копейки. Алтын – три копейки. Гривенник. Десять. Полсина. Половина рубля – пятьдесят копеек. И рубль – сто копеек. Ну, теперь все замечательно. Можете листочки положить на стол. Мы поаплодируем. Здесь вы видите как раз достоинство представленных монет. Действительно, в зале даже вспомнили выражение. Не было гроша, да вдруг алтын. То есть даже по этому выражению можно было помочь построить нам правильную последовательность. Но это монеты очень древние, монеты, которые были в употреблении еще даже в 18 веке. И, пожалуй, все. После 18 века не все эти монеты используются в обращении. А я хочу сейчас перейти к бумажным деньгам, к банкнотам. Итак, банкноты, ну, может быть, здесь почти все в зале помнят банкноты образца 1961 года, советские. Пожалуйста, можем ли мы их назвать так же по возрастанию номинала? Рубль. Дальше. Три. Пять. Десять. Пять. Пятьдесят. Пятьдесят. Сто. Ну, великолепно. Так, а можете ли вы вспомнить их цветовое решение? Рубль какого цвета? Желтый. Три рубля. Зеленый. Ну, я уверен, что вы дальше все назовете. Скажите, пожалуйста, а кто изображался на некоторых этих банкнотах? Ленин. Начиная с какой банкноты? С десятки. С десятки. Совершенно верно. Совершенно верно. Так, ну, мы сейчас посмотрим, и вы действительно совершенно великолепно перечислили все эти банкноты, определили даже и цветовое решение, кто на них изображен. Совершенно верно. Таким образом, вот представьте себе, что эти банкноты были в обращении несколько десятилетий назад. Сейчас мы ими уже давно не пользуемся. Однако вы прекрасно все их помните, как они выглядели, да, и не можете забыть, насколько они засели в нашей памяти. Это факт уникальный. Вот, наверное, вы не задавались таким вопросом, а помните ли вы? Оказывается, вот зал показал, что все мы помним, несмотря на то, что прошло достаточно большое количество времени. Ну, конечно, вы понимаете, прогресс не стоит на месте, и перед нами деньги будущего. И, скорее всего, пройдет немного времени, и мы уже не будем пользоваться ни бумажными деньгами, ни металлическими, а у нас будут какие-то другие варианты, например, электронные. Хорошо это или плохо, сказать трудно, практически невозможно. С одной стороны, наши деньги – это связь с историей, с нашей культурой, с нашими традициями. Но с другой стороны, действительно, общество развивается, и мы должны понимать, что мы же не пользуемся лидийскими монетами, которыми были выпущены 2500 лет назад. Значит, и здесь прогресс обязательно вступит в определенную силу. Осталось нам, может быть, немного ждать. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот раньше люди пользовались серебряными монетами, злосыми монетами, даже платиновые монеты были. То есть они были полностью обеспечены, например, драгоценными металлами. А в наше время деньги, которыми мы пользуемся, они обеспечены? Нет, сами по себе это просто бумажки. Вот о чем и речь. Отсюда возникает понятие фиасные деньги. Деньги, которые, собственно, сами по себе ничем не обеспечены. Но государство, общество нас направляет к той мысли, к той идее, что они обеспечены. И мы в это просто верим. Таким образом, вот наше отношение к деньгам, может быть, то воздействие, которое оказывают на нас деньги, на наши поступки, это относится к такому понятию, как психология денег. И надо сказать, что эта вещь не новая. В истории мирового искусства есть немало работ великих, которые посвящены теме деньги. Перед вами картина художника Массейса «Сборщики податей». Как вы думаете, заложен ли здесь какой-то взгляд на деньги, какое-то отношение к деньгам или нет? Да. Как вы думаете, это положительное или отрицательное отношение? Что? Скорее всего, отрицательное. А как вы это поняли? Хитрые лица. Особенно у самого сборщика податей, который изображен справа. Его мимика сразу как-то нас отталкивает. Таким образом, мы вспоминаем, что действительно в христианской цивилизации деньги, как правило, понимались в отрицательном смысле. Да, деньги как корень всякого зла. Но есть другие работы. Это картина Муярсе «Регенты и регенши Амстердамской богадельни». Скажите, пожалуйста, а здесь какое отношение к деньгам? Деньги на столе. Так же, как и в прошлом произведении. Совершенно верно. Даже по названию только картины вы уже поняли, что эти деньги несут добро. Они помогают ближним. Вот здесь совершенно другая идея. Я думаю, эту картину знают практически все. Это картина Тициана «Динарий Кесаря». Но я напомню этот сюжет из Евангелия, что фарисей, желая спровоцировать Иисуса, подает ему монету «Динарий» и спрашивает, «Нужно ли платить подать римскому императору, которого называли Кесарем?» На что Христос отвечает, что? Помните? Да, Богу Богово, а Кесарю Кесарево. То есть провокация провалилась, она не удалась. Это так. Таким образом, здесь деньги выступают как вызов. И надо понимать, что вызов не только направленный к конкретному человеку, а может быть даже и ко всей мировой цивилизации. Но если мы с вами посмотрим на современные деньги, то, наверное, удивимся. Вот сейчас, в предыдущем мастер-классе, мы увидели самую крупную монету в России. Ее номинал какой? 50 тысяч рублей. Мы этого не знали, многие, за что и поплатились, и сели раньше времени на свои места. Итак, перед нами самая тяжелая монета в мире. Эта монета достоинством 1 миллион долларов. Она выполнена из чистого золота, вес ее 1 тонна. Как вы думаете, в какой стране она была выпущена? В Астралии. Даже увидели. Я думаю, может быть, не все увидят. Хорошо, если бы вы не увидели надпись, как бы вы могли определить? По кенгуру. Совершенно верно. Кенгуру. Ну, Елизавета II. Может быть, в нескольких странах представлена. Это страна Австралия. Совершенно верно. Кстати, вот когда мы говорим о фиатных деньгах, здесь все не так. Почему? Потому что мы сказали, что эта монета 1 миллион долларов, а ее реальная стоимость в 55 раз больше. Вот тут даже может быть и такой механизм. Справа вы видите памятник деревянному рублю. Кто знает, в каком городе он находится? Нет. Он находится в городе Томске. Представляете? Вес этого монумента 250 килограммов, высота более 2 метров. Скажите, пожалуйста, а разве вообще в наше время могут быть монеты деревянные? Нет. Да, совершенно верно. Вы так и подумали. Ну, естественно. На самом деле ошибка вышла. Внизу вы видите изображение деревянной монеты, которая была выпущена всего лишь 10 лет назад в Конго. На этой монете изображена горилла. Таким образом, авторы, разработчики этой монеты пытались привлечь внимание к сохранению, к заботе окружающей среды. Конечно, сохранению окружающей среды. И здесь есть еще одно изображение печальное. Это надгробие. И это надгробие было посвящено немецкой марке, которая утратила свое существование и уступила дорогу евро. Представляете? Даже, возможно, и такие варианты у нас. Итак, конечно, если говорить о деньгах, то мы прекрасно понимаем, что деньги – это уникальный источник информации. который формировался на протяжении тысячелетий. И здесь мы не знаем, как ситуация будет развиваться дальше. Ну и, конечно, деньги – это гигантская идея, которая когда-то была выдвинута человечеством и будоражит наши умы по сей день. Деньги – это уникальный артефакт, имеющий как определенные физические характеристики, так и очень мощное символическое содержание. Я надеюсь, что в процессе своего мастер-класса я вас в этом немножко убедил. Спасибо большое за внимание. Услышали, я говорю, у нас мастер-классы максимально приближены к реальной жизни. И когда нам задают вопрос о том, как бы мы распорядились своими 500 рублями, которые у нас есть, куда бы поехали и что бы приобрели в первую очередь. И когда мы сейчас слушаем об истории денег, об идее, которую несут они на всем протяжении своего существования, трансформации, изменения, оставаясь очень важной составляющей нашей жизни. Я уверена, и следующий мастер-класс вызовет у всех у нас не меньший интерес. Представляет свой мастер-класс Забков Петр Сергеевич, старший методист городского методического центра, учитель информатики, финалист конкурса «Учитель года Москвы-2012». Меня зовут Петр Забков, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о презентациях. Я не буду вас учить ни PowerPoint, ни Prezi, ни каким-то другим средством подготовки презентации. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, как мы визуализируем идеи и о культуре представления информации в принципе. Для начала я прошу ваше внимание на экран. Это человек Альберт Гор. Человек, который поднял проблему глобального потепления на Земле, показав презентацию из 15 слайдов, и впоследствии получил Нобелевскую премию за свою работу, ну и, ко всему прочему, получил премию Американской киноакадемии. Это человек Скотт Харрисон. Человек, который до определенного момента своей жизни раскручивал ночные клубы, пока однажды не показал презентацию о проблеме питьевой воды в африканских странах. И в фонд, который он организовал по помощи людям, поступило более 70 миллионов долларов пожертвований. И, я думаю, этого человека вы все прекрасно знаете. Человек, чьи презентации смогли принести многомиллионные продажи продукции Apple, человек, чьи презентации стали иконой в публичных выступлениях, это, конечно, Стив Джобс. Давайте с вами повантазируем. Как вы думаете, что общего могли иметь эти презентации, и как вы думаете, почему они стали такими успешными? Ваши вариации. Ну, любые мысли. Почему, как вы думаете? Они были нестандартными. Хорошо. Еще? Интересными. Еще? Эмоциональными. Еще? Яркие элементы. Отлично. Еще? Они были мучены. Хорошо. Эффект воздействия на общественное сознание. Хорошо. Очень хорошо. А, коллеги, прошу внимания на следующий слайд. Вам знакомо такое состояние? Да. Возможно, даже кто-то из вас сейчас захотел зевнуть. Скажите, пожалуйста, а почему здесь этот слайд появился после тех презентаций, которые мы видели? Как вы думаете, вообще о чем он? Да. Неудачно, зачастую скучно. Скажите, пожалуйста, мы можем видеть вот такое состояние у наших детей на уроке? Конечно, можем видеть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а есть ли связь между таким состоянием наших детей на уроке и личной мотивацией к обучению нашим предметам? Есть прямая. Отлично. А тогда мы можем сделать такой вывод, что скучные презентации не способствуют формированию мотивации у детей. Можно сделать такой вывод? Отлично. Очень хорошо. Давайте вернемся к тем трёх проблемам, о которых я говорил в самом начале. Все они так или иначе показывали презентации. В рамках своего мастер-класса я не хотел бы говорить о харизме и великолепном ораторском мастерстве Стива Джобсона. Что уж говорить, самому бы поучиться. Мы с вами поговорим о технологии создания хороших презентаций. Итак, презентация. Скажите, пожалуйста, что мы знаем о презентации, как о жанре? Что мы знаем? Презентация – это что? Визуальное представление. Еще. Изображение. Еще. И какая-то информация. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, в чем заключается процесс подготовки хорошей презентации? Идея. Фитрация материала, отбор материала. Хорошо. Еще. Иллюстративный ряд. Еще. Заголовки. Тема сама. Идея. Отлично. Очень хорошо. А давайте я сейчас систематизирую все, что вы сказали, и немного акцентирую внимание на тех вещах, которые мне кажутся очень важными. И мы с вами разберем правила подготовки хорошей презентации. Итак, первое правило подготовки презентации – это прежде всего отвечать потребностям аудитории. Существует пять вопросов, которые очень важно задать себе при подготовке любой презентации, потому что в ответах на эти вопросы лежит актуализация той информации, которую вы хотите донести. Итак, вот эти вопросы. Давайте вместе их разберем. Кто они? Кто наша аудитория? Скажите мне, пожалуйста, почему этот вопрос очень важен и ответ на него очень важен? Есть идеи? Категории кого? Это могут быть дети. Отлично. Хорошо. Разная степень готовности. Разная степень готовности. Отлично. То есть знаний. Хорошо. Если мы перенесем на школу, допустим, это профильный класс и непрофильный, правильно? Разный интерес, личные какие-то особенности. Очень хорошо. Отлично. Второй вопрос. Как мы можем решить их проблемы? Как вы думаете, почему это очень важный вопрос? Как мы можем решить их проблемы, проблемы аудитории? Почему на него важно ответить? Это напрямую связано с мотивацией, правильно? Почему? Потому что когда ребенок отвечает, что с помощью этого материала я могу решить как-то свою проблему, его мотивация возрастает. Отлично. Хорошо. Дальше. Какие действия мы от них ждем? Как вы думаете, почему этот вопрос тоже важен? Активности. Хорошо. А еще? Реакция. А еще? Заинтересованность. Скажите, а мы должны быть готовы к каким-нибудь вопросам по теме? Очень важно. И очень важно тоже быть готовым абсолютно к любому вопросу. Четвертое. Это вопрос немного связанный. Как они могут противиться? Почему это тоже важный вопрос? И в чем смысл его? Негативный реакция, мы должны к ним быть готовым. Вы знаете, самый распространенный, часто довольно встречающийся вопрос у детей, и что? Да, то есть, и зачем, и что? Ну, мне еще предложили, и что? Часто вариации бывает, да? То есть, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Ну и последний вопрос, который мы должны задать себе, как лучше всего донести свои идеи? Здесь я хотел бы ответить на этот вопрос вместе с вами. Прошу внимания на последнее совосчитание. Свои идеи. Скажите мне, пожалуйста, как могла выглядеть этот вопрос? Как нам лучше всего донести, например, что? Информацию. Абсолютно точно. Скажите мне, пожалуйста, знание, информацию. Почему здесь стоит совосчитание своей идеи? И почему это очень важно? В чем разница? Через свою призму, через свои идеи, представление информации. Это уже наше. Абсолютно правильно. Вопрос генерации идеи при подготовке презентации очень важен. И поэтому второе правило, категорически важное правило при создании презентации, мы прежде всего создаем идеи, а не слайды. Очень важно в этот момент сконцентрироваться на идеях. Идеи, они динамичны. Одна идея порождает другую, пусть будет много. И это очень хорошо. Давайте с вами сделаем сейчас следующее. Представьте себе, что в рамках вашей урочной деятельности вам предстоит объяснять содержание понятия идея. Поскольку понятие фундаментальное, я думаю, в каждом уроке мы можем столкнуться с такой проблемой, что нам нужно объяснить. Итак, давайте сейчас накидаем каких-то образов, с которыми у нас ассоциируется это понятие. Не обязательно, чтобы это были какие-то готовые изображения. Это могут быть метафоры, синонимы, любые ассоциации, которые у нас бывают. В общем, все что угодно. А я вам с этим немного помогу. Итак, давайте я на доске напишу, не напишу, напишу слово идея и подумаю, с чем оно у меня ассоциируется. Ну пусть будем, возьму самое банальное, почему банальное потом вместе посмотрим. А идея с чем? Ну пусть это будет образ лампочки. Пусть у меня будет лампочка. Лампочка. Давайте я подумаю, с чем у меня ассоциируется лампочка. Очень важно иногда находить ассоциации именно с образами, которые уже у вас всплыли. Пусть это будет какое-то просветление. Сейчас, еще немного я, и потом обязательно я вас прошу. Просветление. Так, еще идея, с чем они ассоциируются, если к предмету вернуться, хотя это совсем не обязательно, но пусть будет идея Facebook, как создание социальной сети. Да, как идея создания социальной сети. Фейсбук. Здесь у меня будут ассоциации с этим люди, допустим, общество, интернет и все, что угодно. Ваши идеи. Что у вас с идеей? Какие образы еще рождаются? Через что можно раскрыть понятия, любые синонимы, все, что угодно. Еще раз. Двигатель. Отлично. Двигатель. Двигатель. Есть ассоциации с двигателем каким-то, уже к идее не относящимся? Движение. Давайте я в виде стрелочки нарисую какое-нибудь движение. Еще. Пусть будет какой-нибудь прогресс. Так, еще давайте к идее вернемся. Есть кого-нибудь? Вариации. Образы. Это можно все, что угодно. Так, нить. Хорошо. Можно я на корицу. Яблоко. Так, сейчас подождите. Нить. Нить подождите. Идея пошла уже. Так, яблоко. Яблоко. Я бы здесь еще. Сон. Пусть будет сон. Так, с нитью, яблоком, с сном, идеей какие-нибудь еще? От яблока что? Как идея от яблока? Ньютон. Хорошо? Ньютон. Тон. Пусть будет голова. Еще? Яблоко. Хорошо. Коллеги, давайте остановимся на этом. Обратите внимание, какое многообразие образов у нас получилось. Имея такое многообразие, мы можем сделать куда больше, чем, допустим, поместить на наш слайд первую фотографию по запросу идеи из поисковика. Обратите внимание, что это будут почти одни лампочки. Причем это изображение может совсем не передавать тех идей и те мысли, которые закладываем мы. И может не вызвать никакой реакции у наших детей. Давайте рассмотрим реальный пример подготовки презентации по данной схеме для четвертых-пятых классов. Это урок информатики по теме работы вирусы и антивирусов. Итак, мной было составлено примерно такое же дерево образов, из которого я выбрал, основываясь на возрасте моих детей, вот примерно такие образы. Это образ леса, который потом превратился в образ сада, спокойствия, каких-то вредных насекомых и какого-то противоядия. И после этого я визуализировал эти образы, у меня получилась вот такая вот история. То есть у нас есть какой-то спокойный наш сад, который на первый взгляд кажется безопасным местом, но если приглядеться, там могут быть опасные насекомые. Если не будет того, кто может следить за нашим садом, человека там, не человека, кого-то, кто имеет противоядие, наш сад может оказаться таким же опасным местом. Но если у нас это противоядие есть, наш сад останется таким же спокойным местом, как и был. Любая презентация – это визуальная история, в которую вы приглашаете свою аудиторию. Из-за этого у нас рождается третье правило. Если это визуальная история, то не нужно ее рассказывать, не нужно писать о ней, просто покажите ее. Так уж получилось, что люди привыкли воспринимать и передавать информацию с помощью визуальных образов. Даже древние люди тысячи лет назад передавали информацию с помощью наскальной живописи. Представьте, что вам пришлось создать презентацию истории вашей жизни. Согласитесь, она могла выглядеть, например, как-то вот так. Но обратите внимание, что мы не проживаем нашу жизнь с помощью маркированного списка. Наша жизнь – это какие-то изображения, за которыми кроется какая-то история. Поэтому эта презентация могла, например, выглядеть вот так. Ко всему прочему, наш мозг воспринимает визуальную информацию в 60 тысяч раз быстрее, чем текстовую. А процесс воспоминания какой-то информации происходит в 6 раз проще, если информация пристанна в виде образа. Вот вам простой пример. У нас есть определение круга и изображение круга. Я думаю, понятно, по какому из этих примеров мы можем быстрее вспомнить, что речь идет о круге. Ну и давайте вернемся к примеру с визуальной истории сада. Как вы думаете, какой из этих двух слайдов наиболее точно отложит понимание работы антивируса у детей 4-5 классов? Слайд с визуальной историей про лес и злых насекомых и противоядие или довольно сложное определение антивирусной программы? Я думаю, здесь ответ очевиден. Итак, коллеги, мы делали с вами три важных шага на пути создания хороших презентаций. Первый шаг – это мы с вами прежде всего ориентированы на аудиторию. Второй шаг – мы с вами сгенерировали большое количество идей. И третье – мы с вами доказали, что визуализация, информация, представленная в виде визуальных образов, гораздо лучше подходит для восприятия. Нам осталось с вами совсем чуть-чуть. Нам осталось посмотреть механизмы, через которые мы можем визуализировать эти образы, для того, чтобы наша презентация просто не потеряла среди скучного фона, каких-то неброских фотографий и большого количества текста. Итак, скажите мне, пожалуйста, а какие средства визуализации вы вообще знаете? С помощью чего можно визуализировать образы какие-то? С помощью чего? Вот у нас есть идеи, с помощью чего мы можем их превратить в какую-то визуализацию? Какие средства? Изображение, отлично, еще? Символы, еще? Схемы, еще? График, отлично, отлично, все сказали. Давайте мы разберем три основные способа визуализации информации. Они все сказали. Итак, первое – это схема. Схемы – это отличный способ для того, чтобы показать, как взаимодействуют части целого. Перед вами шесть самых распространенных схем. Это абстрактные и реалистичные схемы. Современное программное обеспечение для создания презентации снабжено всем этим схемами, поэтому не стоит недооценивать силу схем. Возможно, одна из этих схем наиболее точно раскроет содержание той информации, которую вы хотите донести. Но даже если не так, ничего страшного. Вы можете нарисовать свою схему, вдохновившись большим примером интернет-коллекции схем, поверьте, их очень и очень много. Итак, если нам нужно донести какую-то информацию, выраженную в числамовом виде, которую нужно, например, проанализировать, какой способ визуализации нам лучше выбрать? Скажите мне, пожалуйста. Диаграмма, отлично. Скажите, пожалуйста, вам приходилось видеть на презентациях вот такие диаграммы? Согласитесь, что эти диаграммы очень сложны для восприятия. Они абсолютно непонятны без контекста. И я уверен, что с последнего ряда практически ничего не видно. Вы знаете, для создания информативной диаграммы стоит руководствоваться одной простой мыслью. Диаграммы, основанные на каких-то данных, совсем не про эти данные, а о том смысле, который несут эти данные. Поэтому перед тем, как помещать диаграмму на сайт, очень важно сформулировать те выводы, которые должна сделать аудитория в виде ваш графика. Я вам сейчас приведу реальный пример той ситуации, когда эти выводы просто не были сделаны. Обратите внимание на эту диаграмму. Это даже график, да? Скажите, пожалуйста, какова была идея автора этой диаграммы? Что показать? Абсолютно точно. В апреле становится теплее. Я тоже так подумал. Но на самом деле, поскольку эта история реальный автор, данной диаграммы хотел обратить внимание на аномально низкую температуру 2 апреля. Вы знаете, иногда графическое построение, лучшее графическое построение вообще им не является. Представьте себе, что вы хотите сказать о каком-то одном числе, о какой-то одной числовой характеристике. Совершенно необязательно строить для этого диаграмму. Представьте себе, что мы находимся на уроке, например, биологии, химии, окружающего мира. Да, это вполне достаточно. И мы говорим про то, что вода – основа всей жизни на Земле. И говорим, что даже огурец состоит на 95% из воды. И показываем соответствующую диаграмму. Обратите внимание, что эта диаграмма непосредственно, конечно, отражает то, что огурец состоит на 95% из воды. Но тут еще много всего. Тут есть белки, жиры, углеводы, клетчатка. Но обратите внимание, ваша цель была совсем не эта. Вы хотели показать одну цифру 95%, чтобы эта цифра отложилась у детей в голове. Мне кажется, что слайд с визуальным изображением всего-навсего одной цифры воспримется куда лучше, чем диаграмма, показывающая распределение еще каких-то составляющих огурца. Итак, перейдем к последней на сегодня форме именно визуализации информации, ни в коем случае не завершение презентации. Это изображение. Скажите мне, пожалуйста, а какие изображения вообще бывают? Фотографии еще? Фотографии. Ну это фотографии. Ну да, фотографии и рисунки. Хорошо, скажите, пожалуйста, а что могут передавать фотографии? Давайте вот я вам даже подскажу. Это фотографии победителей Пуллицеровской премии за фотографии в журналистике. Что? Эмоции, абсолютно точно. Сильный эмоциональный заряд так или иначе провоцирует процесс восприятия. Но не стоит надеяться на то, что те эмоции, которые появятся у детей, исходя из фотографий, которые вы приводите, это те эмоции, о которых вы задумывали. Поэтому здесь стоит придерживаться нескольких простых правил при подборе изображений, чтобы постараться максимально точно указать с эмоциями. Итак, как вы думаете, представьте себе, вы делаете презентацию про ваш опыт преподавания или про опыт преподавания московских учителей. Нам такой подойдет слайд, как вы думаете? А почему? Это не близко нам. Вы согласны? Ну это в общем не совсем про московскую систему образования и, наверное, вот каждый из вас себя мало, может быть, как где-то в мечтах, но вот реально мало олицетворяет себя вот с такой ситуацией. Вы знаете, даже вот такой слайд, на самом деле, к сожалению, таких слайд приходится видеть уже сейчас на презентации, в общем-то, согласитесь, это тоже не совсем наша система образования и в данном случае может быть даже лучше представить фотографию реального урока. Итак, первое правило по подбору изображений, что естественные изображения должны отражать культурно-эстетические особенности аудитории. Это действительно очень важно. На прошлом съезде замечательный учитель физики показывал очень интересный мастер-класс, в рамках которого он создавал математическую модель образования пробок в Москве. Вообще пробки в Москве это такой материал, на котором очень интересно показывать абсолютно разные явления, из разных предметных областей. Представьте себе, мы что-нибудь такое рассказываем и показываем вот такой слайд. Как вы думаете, удачный, неудачный? Почему? Абсолютно точно. Во-первых, этот слайд, опять же, не отображает культурно-эстетические особенности аудитории. Во-вторых, очень важный момент, что этот слайд, вот конкретно вот этот слайд, не отражает реальный опыт аудитории. Обратите внимание, пробка на Садовом кольце точно отражает реальный опыт аудитории. Как минимум, наши дети точно ездят на наземном транспорте или с родителями на машине, и это их реальный опыт. Поэтому второе правило тоже очень важное, что любое изображение должно отражать реальный опыт. Ну и далее, скажите, вы знаете, что это такое? Первокарта. Отлично. Скажите, пожалуйста, данный слайд подойдет для урока информатики по теме современных средствах хранения информации? Нет, не подойдет. Естественно, любое изображение должно соответствовать эпохе. Ну вот, например, такое изображение, я думаю, современного жесткого диска вполне бы подошло для данного урока. Коллеги, нам осталось всего немного. Давайте поговорим с вами о том, что создает настроение нашей презентации, о фоне, о цвете и о тексте, который мы размещаем на нашем сайте. Фон – это как дорогой участок земли, каждый сантиметр которого должен быть использован с умом. Фон ни в коем случае не должен соперничать с содержанием. Фон – это как воздух, фон – это как пространство. Давайте посмотрим на этот слайд. Этот автор предлагает нам в виде фона данное изображение, и для содержимого на слайде он предлагает центральную темную часть. Как вы думаете, это удачное? Почему? Для темы. Речь идет о всем содержании презентации. Неудачно. Абсолютно точно. Посмотрите внимание, обратите внимание, что две трети нашего слайда не используются. Как же правильно подобрать цвет для презентации? Для того, чтобы правильно подобрать цвет презентации, нужно ответить на цвет фона. Извините. Нужно ответить на два простых вопроса. Вопрос о цвете. Опять же, возвращаемся к вопросу, который был в самом начале. Кто они? Почему в ответе на этот вопрос лежит правильное нахождение цвета? Скажите мне, пожалуйста. Почему важно ответить на вопрос, кто они, кто наша аудитория, когда мы выбираем цвет фона? Предпочтение примера. Можно реальные какие-нибудь? Детям нельзя красные. Хорошо. Детям яркие. Если мы придем в детский сад, там все дети знают семь цветов радуги. Их можно использовать, но, правда, чтобы они сочетались друг с другом, про это можно совсем чуть-чуть почитать. Важно ли, если, допустим, это формальная встреча? Если это формальная встреча, вопрос цвета тоже очень важен. И второй вопрос тоже очень важный при выборе цвета. Какой вы? Почему это вопрос очень важный? Скажите мне, пожалуйста. Чтобы не было, да, мы должны гармонировать, естественно. Мы консервативный или активный, больше креативный. Абсолютно точно. Ну и короткие рекомендации. Светлый фон – это фон, который создает радость. Это фон неформальный. Он подходит для небольших аудиторий. Он визуально освещает пространство. Ну и в целом создает радостные впечатления. Темный фон – это формальный фон. Ну ни в коем случае не черный. Я не говорю сейчас про черный, про темный фон. Этот фон подходит для больших помещений. Фон, который не зависит от освещения. Ну у темного фона есть небольшой минус. На нем изображение бликует. Об этом нужно помнить. И давайте теперь поговорим про текст. Про текст, размещенный на слайде, хочется поговорить столько же мало, сколько его должно быть на слайде. Когда мы размещаем текст на слайде, нужно пользоваться правилом трех секунд. Вы знаете, текст на слайде – это как текст, размещенный на рекламном щите, находящемся на дороге. У водителя есть всего несколько секунд для того, чтобы прочитать и усвоить эту информацию. То же самое в презентации. Аудитория должна потратить не более трех секунд для того, чтобы прочитать информацию, усвоить и переключиться на главное, на ведущего, куда они пришли. Для чего они пришли? Согласитесь, что очень сложно одновременно читать и слушать информацию. И уж точно, поверьте, если текста много, аудитория прочитает быстрее нас текст. Тогда вопрос – зачем мы? Ну и после сказанного хочется оставить вас один на один с этим слайдом. Прочитали? Отлично. В заключении своего мастер-класса хотелось бы сказать о основных тезисах сильной презентации. Итак, кто они? Кто наша аудитория? Это очень важный вопрос, который нужно себе задать. Аудитория – наш король, зритель – наша все. Мы создаем идеи, а не слайды. Поэтому очень важно в процессе подготовки генерировать идеи, а потом их распространять. И не забывайте, что любая презентация – это визуальная история, в которую вы приглашаете свою аудиторию. Поэтому помогите увидеть ее, помогите увидеть то, о чем вы говорите. Спасибо. Уважаемые коллеги, я думаю, вы согласитесь со мной, когда я скажу, что сегодняшние мастер-классы, они не только прошли под девизом фундаментальные знания для реальной жизни, и они этому соответствовали в полной мере, а еще и с тем, что каждый, абсолютно каждый из мастер-классов для нас оказался, для нашей реальной, практической, профессиональной жизни очень-очень полезным. Я думаю, мы заслуженно наградим аплодисментами и Петра Сергеевича, и Михаила Анатольевича за замечательные мастер-классы, максимально приближены к тому, что мы хотим и возьмем с собой в дорогу, в путь. Мне сразу вспомнилась дорога в китайской провинции, из мастер-класса про альтернативу. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня еще, мы успеваем, здесь услышали, возможно, мнение, предложение, пожелание, которое нам позволит подытожить все увиденное. Вот я уже озвучила предложения о звездных уроках, которые, я уверена, пройдут в Москве с 5 по 9 октября, проведенные москвичами. А возможно, кому-то из присутствующих хочется поделиться тем, что возникло после всего увиденного сегодня, здесь и сейчас. И будут озвучены предложения, замечания, которые помогут нам создать стратегию и тактические задачи решать, и стратегию развития московского образования. Есть желающие? Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. С удовольствием сегодня впитываю все, что здесь сказано. По реакции догадываюсь, что здесь в основном учителя истории общества знаний. Я математик. И вот здесь математики. Очень люблю смотреть то, что делают не математики, потому что вопрос мотивации для математиков вообще мега существенный. И как учитель ухожу сегодня совершенно точно обогащенная. А с предложением я, конечно, здесь, наверное, выступаю как управленец, потому что для меня важно, чтобы в школе, которую руковожу, равный энтузиазм, равный вклад в насилие, в работу со своими учениками и в конечном счете в работу всего учреждения, все предметники. От началки или от даже детских садов до тех, кто выпускает сегодня на ЕГЭ наших выпускников. Поэтому не могу не обращаться к результатам рейтинга, который совсем недавно продведен, рейтинга вклада образовательных организаций в столичное наше московское образование. Я поддерживаю, и хочу это сегодня здесь сказать, я поддерживаю те изменения, которые происходят, то, что в рейтинге учитываются результаты по четвертым и седьмым классам. Ведь результаты ЕГЭ и олимпиадники, и ОГЭшники – это все-таки дальняя перспектива. Это тот результат, на который работали на протяжении нескольких лет разные учителя и разные школы. А вот то, что померено в седьмых и в четвертых, это работа здесь и сейчас. Но опять же, есть предметы, которые все равно остаются наиболее срезаемыми, наиболее контролируемыми. Мое предложение, моя идея состоит в том, чтобы в конце года разыгрывались те параллели и те предметы, которые меряются и идут за счет рейтинга. Чтобы в тонусе была вся школа, чтобы в тонусе были предметники. И если в ней великолепные историки, химики, биологи, чтобы у них была возможность дать выстрелить своему образовательному учреждению. Если есть вот такие потрясающие таланты, как сегодня мы видели, чтобы их результат был померен сегодня, здесь и сейчас. А всем, кого видел, еще раз большое спасибо. Спасибо. Мы подали идею, и у разработчиков рейтинга есть альтернатива. Пожалуйста. Родилась одна безальтернативная идея. От созерцания мастер-классов к созиданию коллеги мастер-классов. Идет? Тоже замечательно. Поддерживаем. Давайте вместе созидать, обогащать себя, обогащать друг друга. И самое главное, ради наших детей, ради нашего родного города. С днем города. Приглашаю завтра всех на мероприятие. Благодарю всех за работу. Благодарю создателей, созидателей, разработчиков, мастер-классов, подаривших нам праздник профессионального и человеческого общения. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.